Здравствуйте! На библейский портал Экзегет пришел вопрос. Где сейчас находится ковчег завета израильтян? Ковчег завета был утрачен в 586 году до Рождества Христова во время нашествия войск Новохудоносора, Вавилонского царя, когда был сожжен, разрушен и разграблен Иерусалим и самый главный Иерусалимский храм. С тех пор эта величайшая святыня Ветхого Завета, в которой хранились скрижали Моисеевы, Манна и проросший жезл Аарона, они утрачены. Существует ряк легенд очень поздних, которые, конечно, достоверностью своей не блещут, скажем так, где находится он. Есть поверия некоторое о том, что пророк Иеремия спрятал его в пещерах под храмом, но у самого пророка Иеремии есть в его книге, в третьей главе, есть слова о том, что ковчег завета придет время и он не будет важен. И, конечно, тогда эти слова слушались как страшная дерзость на грани богохульства. «И будет, когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле в те дни, говорит Господь, не будут говорить боли и ковчег завета Господня, он и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и не будут приходить к нему, его уже не будет». Вот сейчас как раз это исполнилось. Его уже не будет, его сейчас нет. Почему? Потому что ковчег завета для нас, для христиан, имел смысл тогда, когда еще на землю не пришел Христос. Ковчег завета по образному мышлению древних христиан был некоторым пророчеством и прообразом Божией Матери, которая в себе приняла Господа, хранила Слово Божие, как ковчег хранил скрижали завета Моисеева, на которых было начертано Слово Божие, Слово Жизни, заповеди Господни. Деколог, 10 заповедей. Вот сейчас все, о чем пророчествовал Ветхий Завет, исполнилось. И в самом ковчеге исполняются вот эти слова. Больше смысла мы не видим. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...